Студенты учатся на последних курсах университета по специальности «Государственная и муниципальная служба». Проживают, как правило, в Щелкове, в соседних муниципалитетах и потому знают неплохо о том, какие задачи ставят перед сотрудниками администрации и руководство. Студентам было интересно, как проходит структурная реорганизация системы муниципального управления в округах, и в частности в Щелкове, какие основные принципы закладывают глава и его первый зам в свою ежедневную действующую повестку, чтобы и в оперативных, и в стратегических вопросах работать успешно. Те первичные изменения, которые пошли в Щелковском районе, они должны быть не враги. Следующий, кто придет, если он будет работать хуже, люди ему наваляют, просто наваляют. Они его обгодят в соцсетях, они будут высказывать ему на встречах. И у них нет уже, вот сейчас вот ребят, которые придут следующие, у них нет другого варианта, как работать дуно лучше. Студенты спрашивали, какие навыки наиболее цены на государственных должностях. Достаточно ли в современных условиях иметь только одно высшее образование, как выстраивать линию общения с гражданами и как правильно работать с критикой. Руководители городского округа постарались дать ребятам на все вопросы полные ответы, подкрепленные собственным опытом. Судя по всему, обе заинтересованные стороны остались довольны встречей. Я как бы понимаю, какие есть направления, куда можно устроиться. Ну, как бы это должно зависеть больше от человека, что ему нравится, как бы в какое эти направление работать. Ну, для меня все понятно, я думаю, ребята тоже, когда окончат наш вуз, они тоже найдут себя в своем направлении, что им будет важно. Это ЖКХ или же это какая-то молодежная сфера, либо же это экономика. Ну, как бы, я думаю, это все зависит от людей, вот, что им больше интересно. Ребята очень активные, заинтересованные, они проявляют желание общаться, узнавать, выяснять. Таких очень мало, не хочется просто брать, потому что там, по знакомству, еще что где-то искать. Я надеюсь, что эта встреча и в дальнейшем будет давать нам тот самый залог кадрового резерва, молодых, активных, перспективных, с которыми можно продолжать работать. Андрей Цехадович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».